Добрый день! В эфире программа «Радио МБА» и её ведущий Данил Ваховский. И я рад вам представить сегодняшнего гостя. Его зовут Олег Зубчинок. Олег Зубчинок, вице-президент Нефтегазовой Ассоциации Украины, управлял проектами развития розничных сетей в России, Польше, Словакии и Турции. Реализовал более 70 инвестиционных проектов по строительству, покупке и продажам АЗС на рынках Украины, Турции и Восточной Европы. Добрый день, Олег! Добрый день! Давай начнем с, наверное, простого, такого самого базового. У всех на слуху слово «бизнес-процессы». Но что это, собственно, такое? Когда мы можем с уверенностью сказать, есть у нас бизнес-процессы или нет у нас бизнес-процессов? Потому что кажется, что у нас есть, например, какая-то деятельность повседневная, может быть, какой-то небольшой проект или даже средний проект, но не в каждом из них присутствует бизнес-процессы. Я правильно понимаю? Все верно. Наверное, стоит сначала сказать, что в любой деятельности и в бизнесе такое грубое первое разделение – это проекты и процессы. Проекты – это что-то более уникальное, имеющее начало и завершение. Процессы – это что-то, что происходит регулярно, достаточно однообразно и, в принципе, бесконечно долго. Часто в процессах мы можем сказать, что уже есть процесс, когда он все-таки описан каким-то образом, помимо того, что он находится в головах у людей, потому что у каждого человека он, может быть, по-своему выглядит, и крайне желательно оцифрован. Причем описан и оцифрован желательно в единой методологии, которая, ну, это называется там нотацией. И классно, когда это сделано правильно, чтобы потом его можно было автоматизировать. Потому что итог, конечно, это попробовать автоматизировать рутинный процесс, чтобы люди занимались более творческой работой, было меньше ошибок, меньше человеческого фактора, и все работало как часы. Поэтому, наверное, вот эта оцифровка и описание – это признаки уже, что уже появились процессы на нормальном уровне. Какие в целом бизнес-процессы существуют? Что мы можем выделить как бизнес-процессы организации? По классификации их делят на управляющие, это стратегия, это корпоративная политика, ценности, миссия и тому подобное. И дальше у компаний есть основные операционные процессы и вспомогательные. Но у разных компаний, может быть, эта картина немножко по-разному, потому что основные процессы обычно – это продажи, маркетинг, производство, логистика, вспомогательные – это больше бухгалтерский учет, IT-поддержка, HR-функция тоже часто вспомогательная. Но если мы рассматриваем какой-то консалтинговый бизнес, например, аутсорсинг бухгалтерских услуг, у них как раз основные процессы будут связаны с работой бухгалтеров и с обслуживанием компаний, которые заключили с ними договоры. Поэтому основные процессы – это обычно те процессы, которые создают так называемую ценность, цепочку ценностей и финально приносят деньги. Еще часто говорят, что почти все вспомогательные процессы можно перенести на аутсорс. То есть если вы не специалист в чем-то, вы можете передать и на этом сэкономить. А основные процессы все-таки остаются внутри компании. Как мы можем определить, собственно, какой процесс для нас является основным, а какой вспомогательный? Как это визуально можно для себя понять? Ну, я подхожу с точки зрения все-таки отчета о прибыли и убытках, так называемого отчета P&L, и можно проследить, какие процессы больше всего на него влияют. То есть, соответственно, если пройтись сверху вниз, ну, меня поймут, может быть, финансисты чуть меньше, все остальные слушатели, то в первую очередь это, конечно, продажи, собственно, где происходит обмен товаром или услугам с клиентом компании на деньги. То есть, влияя на процессы продаж, вы максимально можете оказать эффект на прибыльность компании. Чем ниже вы опускаетесь по P&L, тем меньше вы уже можете оказать влияние. Поэтому часто люди пытаются описать процессы по всей компании, вплоть до как доставляется вода в офис, процесс, но начинать надо именно с тех, которые тут же начнут отражаться на результатах компании. Поэтому я сторонник того, чтобы сначала определить, какие надо делать правильные вещи по процессам, а потом их уже сделать идеально правильно, потому что все подряд описывать, ну, не хватит и жизни. Хотя в некоторых бизнесах, например, где вопрос связан с безопасностью, там нет компромиссов, там любая деталь важна, и надо к ней внимательно относиться. Сейчас вот очень популярные идеи предпринимательского подхода. Сейчас у нас, можно сказать, на хайпе тема создания своего бизнеса, и предприниматели являются очень популярными, мотивационными спикерами. Не буду называть имена, это все известные имена, которые можно увидеть в рекламе, проходят разного рода форумы. Популярные подходы agile, разные методы холократии, гибкого управления, такие современные техники, которые приходят к нам из креативных индустрий, из IT. И об этом очень много говорят, очень много пишут, проводят много мероприятий. Есть ли смысл нам еще возвращаться к классическим методологиям бизнес-процесса в описании, если у нас уже вот подъехали новые методы, и они тоже очень интересные, очень зажигательные. Как ты считаешь? Я считаю, что такой классический есть на английском ответ. Это зависит, это зависит от индустрии, от компании, потому что на самом деле, действительно, это все интересные подходы, и во многих направлениях они могут работать, и во многих направлениях вы можете взять самый передовой опыт, внедрить его в вашей организации и быть успешным. Но на самом деле, подходы, которым иногда десятки лет, они еще на самом деле в новинку многим компаниям здесь у нас. Поэтому, в принципе, есть бизнесы, чаще всего, которые там очень простые, но людям важно качество, гарантии, безопасность, потому что как бы креативная холократия, я, конечно, там гиберболизирую на атомной станции рядом с вами, наверное, не самый лучший пример, и вы будете хотеть, чтобы лучше были там нормально процессы отлажены, процедуры, все четко, следовалось регламенту и тому подобное. Если мы говорим о каком-то там креативном маркетинговом агентстве или людям, которые на другие рынки там делают какой-то дизайн сайтов, возможно, им надо сразу идти в гибкие методы и там и оставаться. Но в целом, описание процессов, их визуализация работает и в классическом подходе, и на самом деле, по моему опыту, очень большая разница. Очень много компаний, если сравнить, там только маленькая часть компаний летит, условно говоря, на Марс и в космос, это может быть 5% компаний, в большей степени, вы правильно упомянули, IT-индустрию, но все остальные иногда еще в каменном веке, у них вообще не описаны не оцифрованные процессы, это очень радует менеджмент этих компаний, потому что им это очень хорошо и удобно, но в целом им рано еще стартовать с чем-то таким очень креативным, надо сделать какие-то базовые шаги. Я правильно понимаю, что уже система внедрения, описания бизнес-процессов это определенный эволюционный этап бизнеса, когда мы к этому приходим? Абсолютно верно, я бы действительно не рекомендовал каким-то стартапам сразу заниматься описанием процессов, может быть, кроме самых важных, потому что более важно для бизнеса генерировать денежный поток, получать прибыль, расширяться, захватывать рынок и иногда вот эта рутинная работа по описанию бизнес-процессов на стадии роста компании может быть вредна. На этой стадии чаще всего описываются лишь те вещи, с которыми компания столкнулась и получилась какая-то неприятная ситуация, то есть появилась проблема, поняли, что так не надо делать, надо четко прописать, описали процедуру, то есть такой реактивный подход. Проактивно надо уже заниматься процессами, когда компания выходит на зрелый уровень и начинается жесткая конкуренция и надо очень серьезно смотреть на расходную часть, надо быть лучшим, чем ваш конкурент, делать постоянное сравнение, бенчмаркинг и улучшать процессы до тех пор, пока они не будут лучше, чем у конкурента. То есть, конечно, не на каждой стадии надо заниматься улучшением, но с другой стороны, если это уже зрелость или спад, там без улучшения бизнес-процессов просто компания не выживет. Я напомню, что наш подкаст и видеоэпизод возможен благодаря поддержке торговой марки Перша Гильдия с повагою до себя. Ты сказал эту заветную фразу ПНЛ, мы с Антоном в одном из предыдущих выпусков обсуждали как раз тему финансов и мы понимаем, что в финансах уже существуют разнообразные стандарты, наверное, базовым является МСФО подход, то есть все понимают, что такое ПНЛ, как выглядит, какая его структура, что там обязательно должно быть. В вопросах бизнес-процессов есть ли какой-то такой нерушимый канон, на который мы можем ориентироваться как на стандарт, как это должно выглядеть, или все-таки здесь у каждой компании остается какая-то гибкость в процессе того, как они должны быть описаны, эти самые бизнес-процессы? Но есть опять-таки рекомендованные методологии вроде нотации, бизнес-процесс нотейшн, есть несколько других вариантов, также есть определенные подходы, вот тоже упоминался ЛИН, подход Сиг-Сигма, теория ограничений, вот эти все интеллектуальные разработки, там тотальная теория качества, они все создают более современные, это дизайн-тинкинг и тому подобное, они создают ту информационную среду, откуда можно черпать вдохновение, как должен быть перестроен процесс. Но в целом незыблемое правило состоит в том, что процесс после улучшения должен, как это не банально звучит, работать лучше, либо помогать сэкономить деньги, либо помогать заработать деньги, либо помогать качественно выполнить какой-то этап работы. Поэтому это, в принципе, нерушимое правило, даже вот эти все современные подходы, так называемые лин-стартапы, где надо быстро что-то сделать, если вдруг не пошло откатиться, исправить, работает в процессах. Если это не критический жизненно важный процесс, так и происходит, и классно, когда организации дают своим сотрудникам такую возможность. Сделали что-то, посмотрели, стало лучше, не лучше, вернулись. Как будут описываться процессы? Конечно, лучше использовать стандартные инструменты, чтобы потом проще это все, например, передать на автоматизацию, потому что это единый язык общения с компаниями, которые осуществляют консалтинг, настройку, или компании будут внедрять CRM, или ERP-система. То есть, в принципе, лучше обладать и использовать определенный набор инструментов, так будет эффективнее. Но, в принципе, можно делать хоть методом экспериментов. Возвращаясь, например, к твоей практической области, понимаю, что вопрос может звучать не очень политкорректно, но ты работал в компании Shell, одна из крупнейших компаний. Сейчас ты работаешь в ассоциации, которая объединяет множество компаний, и ты знаешь, как устроены базовые процессы у этих компаний, потому что это один сектор, по сути, ритейл. Насколько на самом деле основные процессы вот этих компаний похожи между собой, или там есть какие-то существенные отличия, которые делают процессный подход каждой из компаний уникальным? Я бы не сказал бы, что все-таки есть какие-то уникальные вещи в этом вопросе. Я бы рассказал больше о том, что есть уровень внедрения бизнес-процесса в практику. И тут, да простят меня, может быть, отечественные компании. В принципе, им сложно соперничать с международными компаниями. Отечественные компании могут быть более гибкие в маркетинге, более успешны и лучше понимать клиентов на локальных рынках, но у них нет такого большого опыта накопленного, как можно делать, как нельзя. И опять-таки, не всегда у них есть возможность это сделать на высоком уровне автоматизации. Потому что, опять-таки, не секрет, что автоматизация очень существенно экономит расходы. Плюс, если вы автоматизируете бизнес-процесс, вы можете нанимать менее квалифицированных сотрудников. То есть вам не нужны сотрудники какие-то талантливые звезды, ну или, по крайней мере, не во всех функциях они нужны. Поэтому вы можете это доверить более широкой массе сотрудников, которые будут следовать инструкциям. Поэтому, в принципе, процессы у всех примерно похожие. Все лидеры пытаются копировать правильные подходы западные. Тут уже больше зависит от бюджета, насколько быстро и автоматизировано с помощью современных IT-решений это сделано. То есть банально, кто-то использует планшеты в работе сотрудников в розничных точках и быстро передает данные. Кто-то получает эти данные через неделю в отчете финансового отдела. Но, в принципе, это вопрос больше мотивации заниматься бизнес-процессами и опыта внедрения. Ну, еще раз, чтобы тоже быть, может быть, более сфокусированным, международные компании, конечно, гораздо больше прошли по этому пути. То есть у них, особенно в производственном секторе, почти все роботизировано, автоматизировано, и они работают с меньшим количеством ошибок. Мы подходим ко второму тезису. То есть первый у нас был о том, что процессы — это определенный эволюционный этап. Второе, получается, что процессы — это еще и исходит из масштаба бизнеса. То есть чем больше у нас бизнес, тем больше нам нужно описанных работающих процессов. Если мы, например, говорим о каком-то небольшом предприятии, об условной кофейне или пекарне, о чем-то маленьком, здесь нам тоже нужны бизнес-процессы, описанные, формализованные, или все-таки здесь есть смысл остаться на каком-то таком человеческом, скажем так, уровне, когда мы объединяем команду людей, постоянно с ней коммуницируем, и в этом, собственно, и строится наш подход к ведению дел. В принципе, в таких более сервисных бизнесах, где важно человеческое общение, действительно более важные подходы, которые тоже стали, наверное, классикой. Я знаю, что в Украине Сельпо активно продвигает многие розничные компании, как отношения к гостю. Там более важно создать правильную атмосферу взаимного доверия, позитива, и люди должны общаться. Плюс точно так же вы должны наделить своих сотрудников возможности не следовать четкой процедуре, а поставить ценность, удовлетворенность клиента на какую-то там первую роль, и чтобы сотрудники имели полномочия что-то сделать, чтобы помочь клиенту. И в этом случае вы можете там просто, например, оставить за собой процесс закупок, процесс ведения бухгалтерского учета. Его сделать четко, потому что там не надо креатива, там не надо человеческого какого-то подхода, но вы должны знать, что к вам не придет налоговая, и вы не будете понимать, что вы неправильно что-то делали. Или в закупках не будет обмана. То есть надо тогда сфокусироваться на тех процессах, которые можно автоматизировать, описать, и тогда уже весь креатив и человеческое отношение проводить с командой. Ну это опять-таки agile подходы, более плоские структуры. Но вот вы правильно сказали, чем масштабнее бизнес, тем эффект от внедрения процессов будет выше. Поэтому, конечно, если вы переходите масштаб уже там несколько там розничных точек, какие-то сети, филиалы, когда вы все это унифицируете и сделаете более автоматизировано, то тогда вы получите гораздо больше экономический эффект. Как процессный подход тогда в крупных компаниях, например, стыкуется с методологиями TQM, TOC, Lean, Service Design? Ну, из того опыта, с которым я сталкивался, и то, что я читал в книгах про крупные корпорации, все понимают, вот, ну, началось это, наверное, в большей степени с японских компаний, подход Toyota, Kaizen-система, потом вот уже Lean, постоянное совершенствование. Это идея, что надо вовлечь каждого сотрудника компании, ну, охватить максимально каждого, чтобы они не просто следовали там инструкциям, если они есть, или просто выполняли указания руководителя, а они могли донести свои предложения, как это сделать лучше. Вот можно такое слово использовать, наверное, заразить и вдохновить людей, приносить свои предложения, чтобы им было не скучно, чтобы они видели, что если они могут сделать небольшие изменения, они получат результат. Какая-то премия в целом для компании должно быть хорошо, и цель крупных компаний — это не умереть вот в такой вот громоздкой структуре, это постоянно поддерживать вот этих инноваторов, небольших компаний, потому что, опять-таки, крупные компании, они тяготеют к бюрократии, к определенным тенденциям, где вот уже инновациям нет места, делайте так, как заведено. Но такие компании тогда будут терять рынки, опять-таки, все может быть очень плохо для них, и они сами развивают вот эту концепцию, либо постоянного совершенствования Continuous Improvement — это то, с чем я сталкивался в компании Shell, или внутреннего предпринимательства, которое тоже вот сейчас современный подход — это дать людям возможность рисковать, предлагать что-то, улучшать, и тогда компания будет жить и развиваться. Потому что это то, что вот уже мертво, все четко механизировано, обычно уже люди боятся принимать решения, деградация, и, в принципе, и любые крупные компании, мы можем вспомнить, там, тут же на днях читал кейс этот Nokia, который, ну, буквально там его Microsoft спас, так она почти умирала компания, которая была на пике, в свое время у всех был телефон Nokia, у него был мобильный телефон. Возвращаемся тогда к практике. Как понять, что у нас есть проблемы в бизнес-процессах? Есть ли какие-то такие красные флажки, сигналы, видные менеджеру невооруженным глазом, что у нас есть сейчас здесь проблемы? Ну, первый, наверное, самый главный, если у компании есть работа с жалобами клиентов, то есть, наверное, самый основной, вы видите, что растет количество жалоб, или они не разрешаются, или они повторяются повторно. Есть, опять-таки, не сильно буду углубляться, но современные компании смотрят по такому показателю, как NPS, Net Promoter School, насколько ваши клиенты могут рекомендовать, и здесь это тоже является индикатором, что либо больше проблем становится, либо меньше. Но в практической части это либо жалобы от клиентов, от внешних игроков, это могут быть жалобы от ваших поставщиков, те, кто с вами работают. Второе, это могут быть постоянные конфликты внутри департаментов, когда все делается с очень такой вот постоянной тенденцией к напряжению, каждый месяц непонятно, чем он закончится, и это тоже показатель. Но помимо этого, конечно, самый важный показатель, если вы смотрите финансовые и свои операционные отчеты, вы просто видите, что на протяжении определенного периода у вас негативные тренды, то есть вы начинаете хуже, меньше продавать, выпускать, ваша прибыль падает, ваши доходы падают. Когда вы видите такую ситуацию, это значит либо что-то с процессами, либо что-то с рынком, ну и опять-таки вам надо понять, с чем конкретно, то есть это маркетинг, конкуренты что-то делают, или просто ваши сотрудники работают хуже и хуже. С каких методологий тогда нужно начинать этот анализ, то есть где вот эта ниточка, за которую нам потянуть, чтобы начать разбираться в ситуации? Я даже это рекомендую не то, что ниточка, это даже для когда все хорошо, я рекомендую использовать такой подход, как бизнес-канвас, чтобы сначала хотя бы понять, в чем бизнес-модель компании. Она помогает очень хорошо договориться топ-менеджерам и акционерам вообще, что за компания, какие у нее основные бизнес-процессы, что самое важное. Это, в принципе, такое интересное упражнение, одностраничный получается документ, где все понимают, в чем бизнес-компания, и тогда оттуда вот просто очень легко считать все самые важные процессы и уже на них посмотреть и сравнить, не лучше ли они или не хуже, чем у конкурентов. Просто я тоже сторонник того, что не надо улучшать что-то прям до какого-то невероятного уровня. Иногда достаточно, это значит достаточно. Надо понять, чтобы ваш бизнес был не хуже, чем конкуренты. Тогда у вас появятся ресурсы, может быть, где-то сделать рывок. Но я бы начинал это через общее понимание, в чем бизнес, какая стратегия, выполняем ли мы ее, идем ли мы в правильном направлении, и после этого смотрел, какие важные процессы нужны для того, чтобы осуществить этот переход. Если они по показателям предыдущих периодов страдают, ну, значит, в этом, скорее всего, проблема. Когда мы беремся за описание бизнес-процессов, можем начать, я так понял, с простого инструмента, который нам Астер Вальдер предлагает, да, бизнес-модел-канвас, и потом мы переходим уже к детализации, выстраиванию описания процессов, как нам здесь не оставаться эффективными и не впасть в бюрократию, потому что у меня за плечами тоже есть опыт работы в довольно крупных компаниях с персоналом от 5 до 250 тысяч, и в какой-то момент ты видишь, что то, что называется процессами, это книга на 150 страниц, и тебе только, чтобы прочесть ее, нужно три дня, а как-то по нему еще нужно работать. Где вот найти эффективность эффективность в этом процессе? Ну, опять-таки, тут, наверное, ничего более, чем классическое правило Парета не придумано. Действительно, надо найти самые важные процессы, которые вы можете сделать на очень высоком уровне, да. Высокий уровень – это значит, что вы четко понимаете, кто владелец процесса, кто участники процесса. Вы расписываете полномочия, есть такая матрица полномочий, потом вы полностью визуализируете процесс. Это в рамках бизнес-нотаций, ну, по-простому это блок-схемы, так и сделаны ветвления, что, когда, зачем. Причем там могут участвовать как люди, так и информационные системы, автоматизация, отчеты и тому подобное. Зачем это делается? Потому что люди все-таки по всем исследованиям большая часть воспринимают информацию визуально. Когда эту информацию можно представить визуально, люди лучше понимают, чем вот эти тома макулатуры, где надо читать, и люди засыпают во время чтения, и не могут связать уже потом двадцатую страницу с пятой. То есть это тяжело. Когда это все на одной карте, и когда добавлены показатели, здесь вот уже люди гораздо лучше понимают это. Когда это полностью описано, измерено, описывается процесс, как он сейчас, на так называемой эскиз. И дальше самая основная фишка и самая основная польза может быть в том, что вам надо подумать, что надо поменять в процессе, чтобы он стал лучше. Обычно простейшие вещи — это убрать дублирование, убрать действия, которые не приносят пользу, вычистить процесс, сделать его элегантным, простым, понятным, посмотреть, чтобы он в какой-то момент не скатился, не было какой-то критической ошибки, попробовать его запустить и сделать инструкцию для этого процесса. Но не трогать, не описывать все подряд. То есть мой, может быть, пример с водой в кулер. Если компания дошла до того, что она описывает этот процесс, либо у нее очень все хорошо, либо вот просто нет фокуса. Есть люди, которые могут этим заниматься. То есть, соответственно, где свободное время на это? Чаще всего, вот, кстати, очень правильный момент, в крупных компаниях, когда начинаются такие компании по внедрению в бизнес-процессы, вот люди, чтобы показать свою значимость и чтобы сохранить работу на ближайшие лет пять, они могут описывать эти процессы все пять лет. Просто это никому не будет надо, но люди могут этим заниматься. Ты преподаешь, ты анализируешь процессы разных компаний и наверняка видишь определенные вещи уже как сборник таких типичных ошибок, как такие симптомы общей болезни, мини-диагнозы. Какие эти самые типичные ошибки в моделировании процессов ты бы мог назвать, чтобы слушатели обратили на них внимание в рамках своей работы? Ну, первое, вот самое важное, и мы ее уже коснулись, что люди часто думают, что надо описывать все подряд, вот, что на что упали глаза, на то и делать. Поэтому для них обычно самая основная польза и находка это то, что мы делаем упражнения по бизнес-канвасу и по ПНЛ, чтобы помочь им с приоритизацией, понять, с чего начать. А вторая часть — это больше использовать практичные инструменты, не интуицию, не работу с руководителями, который говорит, как должно быть, а второй момент — это проверить это по данным. То есть все-таки цифры должны быть на самом важном месте, и действительно, если у кого-то есть какие-то гипотезы, в чем проблема и какое может быть решение, это все надо проверить, посчитать. Поэтому, к сожалению, хуже всего люди считают, и хуже всего люди приоритизируют. Поэтому, наверное, это две вот эти самые крупные ошибки, потому что все остальное потом очень хорошо подхватывается, это несложно делать. Тут вопрос больше упирается потом. Это не ошибка, это то, что если нет воли руководства и акционеров на изменения, то ни у кого этого не получится. Какой бы ни был гениальный бизнес-аналитик, который будет описывать процессы и предлагать улучшения, если он не будет поддержан руководством компаний и акционерами, то вообще никак не получится. То есть я не видел никогда таких примеров, чтобы кто-то, какие бы ни были способности, мог бы поменять что-то. Максимум, что такой человек может сделать, это сделать в рамках своего отдела департамента, там, где он ни с кем не стыкуется, отладить идеально процессы, но дальше должна быть реальная воля сделать изменения. И вот с этим это как бы не ошибка, но многие недооценивают этот фактор. Иногда, может быть, я просто чуть-чуть отклонюсь, но расскажу, что люди недооценивают тот момент, что на самом деле менеджменту выгодно не иметь прописанных бизнес-процессов, потому что особенно руководители, они достаточно умные, им проще каждый раз подстраиваться под ситуацию, использовать ее, каждый раз находить, кто виноват, назначать этих людей. То есть здесь я бы обратил внимание именно акционеров бизнеса, потому что это ваша в первую очередь основная задача, интерес отладить бизнес-процессы. Это не для компании надо, это для вас, потому что это ваши деньги. Правильно ли я понимаю, что бизнес-процессы отлаженные являются таким определенным фактором снижения риска, человеческого фактора? Сто процентов. В том числе я имею в виду не просто каких-то производственных ошибок, сколько фактора деятельности определенных людей, которые могут вести себя неадекватным образом. Ну поскольку мы говорим о реальном мире, о реальных менеджерах. Да, к сожалению, в наших странах, может быть, это очень актуально, потому что есть такая, не хочу сильно удаляться, проблема агента. Это вот когда менеджмент имеет свои интересы, отличные от собственника. И в работе бизнеса это выражается в том, что люди могут заниматься корпоративным мошенничеством. И, конечно, они будут максимально не согласны с тем, чтобы процессы станут автоматизированные, прозрачные, диджитализированные, модные сейчас термины. Но опять-таки, когда собственник бизнеса может в любой момент зайти, я не знаю, в почту или мобильное приложение, посмотреть показатели, задать вопросы, менеджмент чувствует себя менее комфортно. Им бы хотелось бы немножко по-другому. Но опять-таки, такая прозрачность, все цифры доступны, позволяют очень серьезно снизить корпоративное мошенничество, фрод, когда вы просто анализируете данные, смотрите поведение людей и постепенно закрываете вот эти лазейки. Потому что, к сожалению, такова природа человека, что даже если нет злого умысла, могут быть ошибки, усталость, какая-то эмоциональная составляющая. И, в принципе, если в бизнесе критично, вы обслуживаете клиентов, или это вопрос безопасности, то чаще всего вам надо тогда уже доверить это системам. Итак, мы проанализировали, описали, запустили, как понять, идет ли все правильно, работают ли у нас процессы, или мы где-то что-то сделали не так. То есть как мы можем просто оценить эффективность этих самых бизнес-процессов, и как это влияет на эффективность бизнеса в целом. Тут тоже, с одной стороны, просто, а с другой, это вот то, что я тоже убеждаюсь, когда мы работаем со слушателями курсов, компании и бизнесы очень мало планируют и некачественно планируют. И когда меняются процессы, в нормальной ситуации у вас есть план, и у вас есть дорожная карта внедрения изменений. Без дорожной карты не получится так эффективно. Зачем это надо? Во-первых, вы должны оценить, что вы хотите получить. Вы должны поставить цели по смарт. Это тоже выглядит очень банально, но, опять-таки, так надо сделать. Во-вторых, вы должны учесть как технологические факторы, так и подготовку людей к изменениям, потому что они тоже пройдут определенную трансформацию, и обычные изменения всегда воспринимаются изначально негативно. И как вы будете управлять этими изменениями, тоже вы должны иметь план, как вы будете это делать. Чтобы не импровизировать на ходу, чтобы в горячке боя не уволить всех несогласных, потому что будут несогласны даже самые талантливые сотрудники, пока не увидят. А потом делается четкий план, и большие и крупные проекты разбиваются на определенные стадии, где вам можно будет в том числе и себе, и команде показать, что вы идете по плану, все хорошо, вот цифры говорят, так и должно быть, чтобы сохранить вот эту энергию и позитивную мотивацию. Также очень классно, когда в плане вы предусмотрели какие-то легкие цели по изменениям, сделали их как можно быстрее, чтобы тоже людей зарядить. А вот смотрите, теперь уже, например, вам надо просто сосканировать свои чеки, например, после командировки, и уже бухгалтерский учет позволит все это сделать автоматизированно. Вы не несете кипу бумаг, там, и сдаете бухгалтер. Ну, и образно говорю. Но, в принципе, вот какие-то сделать вещи для людей, чтобы они сказали, да, автоматизация – это круто, это замечательно. Вот мы сделали процессы, и даже научились понимать, насколько они работают, а как часто нужно их пересматривать? То есть если мы следуем подходу постоянных улучшений, так называемых Continuous Improvement, как часто эти улучшения нужны? Ну, из того, что я сталкивался, во-первых, в компании надо выделить приоритетные критические процессы, которые иногда даже надо пересматривать с помощью не только внутреннего аудита, а внешнего аудита. Просто тоже, чтобы люди не строили потемкинские деревни и вот как бы не было искажений. Поэтому, наверное, самые важные процессы – надо раз в полгода-год делать некую ревизию. Ну, может быть, если это очень сложно, иногда делается там трехлетний план аудита, вы внедрили новые процессы, заранее вы планируете, что через год, если ничего страшного там не произойдет, вы вернетесь и проверите какие-то ключевые точки. В целом система, как бы тоже хорошая китайская поговорка, не надо чинить то, что не поломалось. Если все хорошо, если вы видите по тем показателям, которые вы заложили в процесс, что вы будете исследовать, например, удовлетворенность клиентов, количество заявок, количество жалоб, там, например, простое оборудование. Если все нормально, все в рамках плановых показателей, ну, значит, вы там через год, через два вернетесь к этому процессу. Обычно, опять-таки, в системных компаниях, когда делается годовое планирование, на год выставляются цели, какие процессы надо проверить и пересмотреть. Плюс также в крупных компаниях может быть такая ситуация, что одномоментно во всей группе компаний что-то внедряется большое и сложное. Может быть, это система ERP, для малых бизнесов это вот система Customer Relations Management, CRM-система. И тогда вы видите, что если она будет внедряться, условно говоря, в первом квартале, то тогда надо там в третьем, в четвертом проверить, все ли хорошо. Потому что, ну, как бы жить и не знать, это, конечно, тоже вариант, но лучше проверить. Ну, и такое бывает в реальном бизнесе. Если мы следуем пути вот этих постоянных улучшений, понятно, а когда уловить, услышать звоночек о реструктуризации, таком вот слове, которое обычно имеет негативный подтекст, хотя на самом-то деле вряд ли, когда наступает время уже для реструктуризации процесса? Что это такое? Ну, в моем понимании у меня не было опыта, чтобы я переживал вживую реструктуризацию, но были ситуации, когда был серьезный пересмотр бизнес-модели или там надо было очень серьезно поработать с расходами, потому что доходы снизились. Это уже такой комплексный момент, когда очень серьезно падают почти все финансовые и операционные показатели. И, в принципе, видно, что уже можно построить определенную проекцию, которая подскажет, что, например, в пределах года компании грозит банкротство. То есть бывают более легкие формы реструктуризации, когда требуется только, например, финансовая реструктуризация. То есть у компании все хорошо, операционные показатели растут, даже продажи растут, но такой большой долг из-за ранее взятых кредитов, что если она срочно не изменит структуру капитала, там какие-то новые инвесторы не появятся, то она снизит либо скорость роста, либо тоже будут проблемы. Тогда только финансовую часть надо пересмотреть. Либо бывает ситуация, когда надо сделать стратегическую переориентацию. Тоже все более-менее хорошо, но видно, что текущие продукты и услуги не устраивают. И надо пересмотреть, может быть, надо выйти на новый рынок, где-то что-то закрыть, новый продукт и тому подобное. Бывает часть, где все с процессами плохо. Ну, это вот более простая часть, которую можно исправить внутри. И такая комплексная реструктуризация, когда компания попала в три вот эти проблемные вещи. У них и со стратегией все плохо, их продукт, услуга теряет популярность. Финансы, опять-таки все тяжело, нет денег на рост, надо отдавать кредиты. И еще и текущая операционная деятельность хромает, и они стали хуже, чем конкуренты. В такой ситуации без реструктуризации не обойтись. И в этом случае, конечно, пересматривается вся бизнес-модель, убирается все лишнее, ну, чтобы спасти бизнес. Ищутся инвестиции, которые помогут поддержать компанию, чтобы она не обанкротилась. И опять-таки на изменения тоже понадобятся деньги. Потому что, скорее всего, в этой ситуации, ведь довели до нее чаще всего именно менеджеры, вам придется обменять в команду менеджмента, приглашать специалистов. И это достаточно может быть недешевое такое удовольствие. Подведу нашу тему к уже упомянутому вопросу автоматизации. Мы, говоря о бизнес-процессах, наверное, в первую очередь говорим об автоматизации именно моделирования этих процессов, не то, что касается уже внедрения автоматизации внутрь самих процессов, собственно говоря, там, где мы меняем людей на машины. Но это самое как раз лучшее и модное, что можно делать сейчас. Давай начнем тогда с простого. Моделирование. На чем построить автоматизацию моделирования, и как потом уже смотреть, какие из элементов нашего процесса могут быть автоматизированы полностью? То есть где мы можем заменить человека на алгоритм или какое-то устройство? Во-первых, есть специальные программы, они удобные для описания бизнес-процессов и для моделирования. Какие-то платные, какие-то бесплатные, но, в принципе, вы можете с помощью Гугла найти их. Они очень помогут вам в выстраивании процессов. Дело в том, что все равно потом для анализа, что можно автоматизировать, а что нельзя и как это сделать, вам уже надо подготовить теоретический подход и понять, откуда вы можете взять лучшие практики, что-то подсмотреть с другого рынка, что-то подсмотреть у конкурентов, что-то пообщаться с компаниями, чаще всего IT-интеграторами, которых вы можете просто спросить. Слушайте, а как вы вообще такие вопросы решаете? Какие-то другие, может быть, компании делали что-то похожее? Потому что чаще всего, почти все можно автоматизировать, вопрос просто цены и эффективности. И надо посчитать это как инвестиционный проект. Но я вот обрадовался этому вопросу про автоматизацию, потому что я сейчас думаю, что просто сейчас золотой век. Если раньше были только сложные системы ERP уровней, это вот когда интерпрайз уровня предприятия, где все описано сложно, это стоит миллионы долларов, внедряется год или несколько лет, и в этой системе все описано, сразу заблокировано, там шаг влево, шаг вправо невозможно. То сейчас разработка программного обеспечения настолько снизила стоимость, появилось очень много хороших CRM-систем, которые по функционалу полностью могут решить многие вопросы среднего и малого бизнеса, иногда даже и крупного. И сейчас это доступно. Сейчас появились такие вещи, как программируемые чат-боты. Вообще вот эта вся тема с программированным общением с сотрудниками, с клиентами. То есть, в принципе, скоро отпадет необходимость вот этих вот колл-центрах на тысячу человек. У людей появились смартфоны, они могут общаться, они могут оформлять там, я не знаю, как вот последние разработки, там отпуска, себе смотреть, куда они поедут, кто их заменит. Общение с клиентом происходит 24 часа, 7 дней в неделю, и это бесплатно в удобном мессенджере. То есть идет очень сейчас сильное направление, роботизация бизнес-процессов, где не только автоматизировано то, что это работают системы в связке с людьми, а полностью роботы работают с данными, работают, общаются с людьми, собирают интерфейсы. И уже на эту тему еще более модные направления, такие как Big Data, Artificial Intelligence, которые еще анализируют поведение клиентов, и туда это все еще добавляют, ну, похожие решения. Но опять-таки это может быть чуть-чуть больше к космосу, но именно сейчас, в принципе, автоматизация работы там отделов продаж, маркетинга, аналитики. Есть там колоссально классные решения, там такие как Power BI от Microsoft, которые строят удобный аналитический отчет и берет данные, откуда удобно. То есть, в принципе, вы можете заменить тупую работу аналитиков на более квалифицированный анализ, и они не будут собирать полдня какой-то отчет в Excel, вы его будете получать гораздо быстрее и тратить их работу на то, чтобы проанализировать. Потому что вот, ну, я по своему опыту знаю, там даже такие вещи, которые делали, например, автоматическая рассылка писем на несколько десятков или сотен адресов, ну, то есть сейчас это щелчок пальцем, а раньше это надо было делать вручную. Я тоже, вспоминая вот эти все большие автоматизированные системы, понимаю, что они уже доходят до узловного оптичного ларька возле метро, в котором можно увидеть такой робот, который какие-то быстрые лекарства доставляет в специальный бокс, для того, чтобы аптекарь, кассир даже не ходил, не искал эти лекарства, очень автоматизирует, по сути, трафик. И вот, возвращаясь к таким интересным глобальным примерам, есть много популярной литературы, которая посвящена, например, Тойоте, ее производственной модели. На что бы ты обратил внимание в плане компаний, которые тебя вдохновляют, как пример качественных бизнес-процессов из того, на что можно посмотреть, чему поучиться в разных направлениях? Что бы ты посоветовал? Ну, из такой литературы, на самом деле, это первая, наверное, моя рекомендация будет, это не компания, это консалтинговая компания и Голтрод, теория ограничений. Тоже уже не новая теория, но именно очень хорошо для наших стран, у которых экономика все еще переходная, где ограниченность ресурсов и где не решается вопрос тем, что вы просто открываете сейф и достаете деньги, инвестируете в что-то. Как вам максимально эффективно использовать те ресурсы, которые у вас есть? Второй, наверное, пример, не зря Джек Велч из компании General Electric был признан менеджером столетия. То, что он сделал в компании, опять-таки, там большой масштаб, но это очень интересно. У него даже там есть свои обучающие программы, но вопрос не в этом. У него есть очень хорошие книги, как он шел этим путем и как он из среднего нормального бизнеса, крупного, может быть, крупнейшего там в своей индустрии, создавал именно эффективную компанию. То есть, наверное, вот этот путь очень интересен. Производственная система Toyota и в целом Kaizen, вот это тоже постоянно совершенствование, ее интересно читать, но она сложнее ложится вот на какой-то культурный пласт наших людей. Все-таки все хотят более быстрых результатов, все хотят прыжком перейти с одной стадии на другую и не хотят ждать и вкладывать много усилий в то, чтобы научить всех людей. Ну, опять-таки, там разные есть причины и текучка кадров, и какие-то еще вещи. Но, опять-таки, все хотят более быстрого результата, все равно они к этому придут, но позже, и они больше стараются взять что-то более модное, современное, хотя, вот, опять-таки, подход постоянного совершенствования, это вот как эволюция, он все равно должен быть в компании, просто он поддерживающе оказывает функцию. Но, в принципе, Джек Пелч, мне еще нравятся примеры Макдональдса, наверное, это вот одна из таких крупных стандартизированных компаний, может быть, с точки зрения операционных стандартов в ритейле это самый лучший подход. Но, опять-таки, из последних вещей, которые вот я тоже и на курсе рассказываю, что сами процессы по себе не выведут вас в лидеры, да, как бы, или выведут, но потом появится Старбакс и Макдональдс, вот как с момента, как начал очень сильно расти Старбакс, Макдональдс, который упустил какую-то, наверное, стратегическую вещь с тем, что более здоровая еда, кофе растет, ну, они сейчас это исправляют, но, что я хочу сказать, что процессы сами по себе тоже не гарантируют результат, это должна быть комбинация и сплав процессов и правильного воплощения стратегии. Поэтому Макдональдс тоже хороший вариант, Тойота тоже замечательный вариант, но, опять-таки, есть специализированные уже ЛИН и Сиг-Сигма подходы, тоже им не так мало лет, но, опять-таки, как теоретическая база есть смысл это прочитать и посмотреть, что вы можете взять для своей компании. У нас в гостях был Олег Зубченок, вице-президент Нефтегазовой Ассоциации Украины, и сегодня мы говорили про бизнес-процессы. Спасибо. 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 Спасибо.